Я всех приветствую дорогие друзья, меня зовут Евгений и вы на канале InvestKing. И сегодня у нас будет короткий ролик на тему почему падает Китай, так как ко мне поступило довольно большое количество вопросов. Но я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита тем кто кушает, а мы начинаем. Многие китайские компании, такие как Alibaba, Baidu, JD, Tencent, VipShop, Momo и другие довольно сильно упали, некоторые более чем на 10%. И многие спрашивали с чем же это связано, на самом деле причина довольно проста. Да, недавно компания Didi объявила о том, что она уходит с американских бирж. Это испугало многих инвесторов и они начали спекулятивно скидывать и другие китайские компании. Но на самом деле я считаю, как уже ранее сказал, это лишь спекулятивным падением. Почему сейчас объясню. На самом деле уход компании Didi с американских бирж это даже больше положительный момент. Потому что компания Didi провела IPO без дозволения компартии Китая. А как мы знаем экономика в Китае хоть и якобы рыночная, но все же подчиняется компартии. Поэтому делать что-то против правительства там не самая лучшая идея. Поэтому китайская компания Didi, это сервис такси, если кто не знает, получила довольно большие проблемы с законом. Ее приложение убрали из многих App Store, китайского Play Market и так далее. В общем компания получила, можно так сказать, большие санкции со стороны властей. Но как только компания Didi объявила о том, что она будет уходить с американских бирж, ее приложение начали возвращать на китайские площадки. Конечно, безусловно, закручивание гаек это не сказать, что хорошо. Но это особенность Китая и китайской экономики в целом. Поэтому вы должны понимать, что да, есть риски, связанные с компартией и конкретными компаниями. Но как мы видели ранее, компания Alibaba и многие другие тех гиганты заплатили штрафы и начали очень тесно сотрудничать с правительством. Так что, скорее всего, их проблемы в будущем не коснутся. Тем более на IPO они вышли уже довольно давно и делистинг им не угрожает, так сказать, добровольный. Безусловно, инвестиции в китайскую экономику и в китайские акции это довольно большой риск, намного более большой, чем инвестиции в США. Но все же мы должны понимать, что Китай это крупнейшая экономика. И как бы не были высокие риски, все-таки общая динамика их рынка в любом случае должна будет вскоре перемениться на положительный, как только мы увидим довольно сильные показатели роста как самого Китая, так и китайских компаний. Но стоит понимать, что, конечно, ради диверсификации не стоит держать слишком большую долю в Китае. И особенно, если вы не инвестируете на долгосрок. Если у вас же долгосрочные инвестиции, которым я всех призываю, то, я думаю, это падение не является для вас чем-то страшным. Наоборот, у кого есть кэш и есть возможности, то можно усредниться. Но, опять же, повторюсь, что удержать в портфеле больше 30% Китая все-таки довольно рискованно. И это вы делаете на свой страх и риск. Но все же я считаю китайскую экономику довольно перспективной. Из крупных экономик она показывает самые большие показатели роста. Поэтому, так или иначе, китайские компании должны будут подтянуться. Но что касаемо регулирования компартии, то вы все об этом знаете. И вы все об этом знаете довольно давно. Поэтому, я думаю, для китайских компаний это не будет чем-то новым. Они всегда работали при таком режиме и всегда, скорее всего, в дальнейшем и будут работать при таком режиме. Поэтому для них ничего не меняется и здесь нет ничего сверхъестественного. Поэтому такие большие компании, как Alibaba, GD, Tencent, я думаю, все-таки уже заплатили свое. И будут максимально сотрудничать с властями и будут показывать неплохие динамики в плане котировок в будущем. Потому что сейчас они имеют очень крепкий фундаментал, очень низкие показатели стоимости. При этом экономика Китая показывает рост. Я думаю, вполне логично по всем объективным показателям, что вскоре будет разворот этого рынка. Конечно, боковик может немного затянуться. Но как только пойдут положительные новости, мы, я думаю, увидим очень неплохой отскок по многим китайским компаниям. Но, повторюсь, это лишь мое субъективное мнение. И вы должны принимать решение о покупке или же продаже китайских акций только по своему собственному мнению. Поэтому, друзья, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. На этом у меня все. С вами был я, Евгений и канал Investking. До новых встреч, друзья. Arrivederci. Субтитры сделал DimaTorzok